Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. По поручению Рашида Тимрезова, заместитель председателя правительства Ирина Гербекова начала цикл встреч с семьям участников специальной военной операции в городах и районах республики. Первая прошла в Черкесске. Собравшиеся отметили, несмотря на ежедневную работу правительства региона, городских властей, оперативного штаба, который решает серьезные гуманитарные задачи, вопросы все равно возникают. В первую очередь они касаются медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих, предоставления льгот, выплат, восстановления утерянных документов и другие. Все указанные вопросы были озвучены во время встречи и взяты на контроль вице-премьером Ириной Гербековой. В свою очередь мэр республиканской столицы Алексей Баскаев рассказал, какая работа ведется в Черкесске по поддержке семей военнослужащих и мобилизованных граждан. В рамках адресной помощи оказана помощь в ремонте жилья, приобретении лекарственных препаратов, детского питания и одежды, газового оборудования, получении медпомощи, оформлении мер социальной поддержки. Детям из семи участников СВО предоставлены места в детсадах. Решаются также вопросы трудоустройства родных мобилизованных горожан. По поручению главы республики за каждой семьей закреплен социальный работник, который находится с ними в постоянном контакте. Есть такая профессия – родину защищать. Патриотическое мероприятие состоялось на базе Северокавказской государственной академии. На встрече говорили о новшествах в этом направлении и о планах в дальнейшей работе. На какие еще моменты обратили внимание организаторы, расскажет Олеся Меликаева. В Карачаево-Черкесии с июня 2016 года, как и по всей России, стартовало Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». На сегодняшний день насчитывается более 8 тысяч участников юноармейского движения. Они принимают участие во всероссийских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. В Черкесске при поддержке главы республики Рашида Тимрезова открыт учебно-методический центр «Авангард», где дети 10-х классов будут заниматься подготовкой к военной службе. Также обсуждали формирование четких идеологических патриотических взглядов у студентов. «Преподаватели дают нашим студентам не только знания, не только прививают навыки, но и формируют личность. И вот это мероприятие как раз укладывается для достижения вот этих вот целей. Одной из самых актуальных тем на сегодняшний день является воспитание патриотов своей страны. Важнейшая составляющая этого процесса – формирование и развитие патриотических чувств. А основы закладываются еще в школе. Среди студентов актуальность воспитания патриотизма обусловлена потенциалом и социальной активностью. В связи с привлечением молодежи на военную службу, Следственный комитет по Карачао-Черкесии проводит профилактические мероприятия. Хотим начать с того, что мы очень рады, что мы сегодня можем принять участие в том замечательном патриотическом мероприятии. Следственное управление, Следственное комитет Российской Федерации по Карачао-Черкесской Республике уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Мы хотим передать им наши знания. Мы привлекаем ветеранов и Великой Отечественной войны, и ветеранов следствия, для того, чтобы они наглядно видели и брали пример с наших предшественников. Министерством обороны России при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова и по личной инициативе ректора СКГА Руслана Качкарова принято решение создания военного учебного центра на базе Северокавказской государственной академии, который будет носить имя генерала-майора-героя Российской Федерации Канамата Баташева. Там будут готовить мотострелков и военных медиков. Сейчас, ощущая вот это всё давление извне, с запада, очень необходимо, чтобы наша молодёжь понимала, что надо быть ко всему готовы и быть всегда для того, чтобы защитить Родину. Возглавлять учебный центр будет Мурадин Баташев. Он напомнил, что сегодня военно-патриотическое воспитание молодёжи является главной задачей и выразил надежду, что собравшиеся сделают выводы и будут двигаться в правильном направлении. Участие в данном мероприятии в том числе поможет и снизить преступность, провести профилактические мероприятия среди молодёжи, которые сейчас здесь присутствуют, провести с ними беседы, то есть в рамках данного мероприятия, в ходе диалога будут наши выступления. Олеся Меликаева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это безусловно. В Карачаево-Черкесии полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор». Сотрудники полиции составили 78 административных протоколов по выявленным фактам совершения правонарушения за неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, нахождение в общественных местах без сопровождения родителей в обозначенных законом временных рамках. Сотрудники по делам несовершеннолетних оказали адресную помощь в виде одежды и продуктов питания 10 семья. В общеобразовательных учреждениях проведено 339 профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В них приняли участие сотрудники отдела информационного противоборства и контрпропаганды МВД по Карачаево-Черкесии. Целью данного мероприятия является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних и нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе и экстремистскую, террористическую деятельность. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних совместно с учреждением системы профилактики на постоянной основе проводится работа с несовершеннолетними родителями, состоящими на учете в разделении по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на учете за совершение преступлений. Ежемесячно сотрудниками ПДН проводится анализ внешкольной занятости подростков, состоящих на учете. и при необходимости оказывается содействие в организации досуга. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии отметили День пожарной охраны. Праздник в Черкесии, посвященный 374-й годовщине пожарной охраны России, прошел на территории 2-й пожарно-спасательной части. Начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко поприветствовал гостей и отметил, что огнеборцы стоят на страже безопасности людей не одно столетие. По первому зову они всегда приходят на помощь и, не щадя собственных жизней, вступают в схватку с огненной стихией, на деле доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу. Поздравления были подкреплены награждением отличившихся сотрудников. Лучшие представители профессии были отмечены медалями и знаками отличия. Всего наградами отметили 70 человек. По первому зову они всегда приходят на помощь и, не щадя собственной жизни, вступают в схватку с огненной стихией, на деле доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу. Профессионализм, храбрость и решительность, готовность в любой частке идти на риск ради спасения людей – вот качество, которое отличает пожарных. Их самоотверженность и чувство сопричастности к чужой беде слискали уважение и искреннюю благодарность среди жителей нашей республики. Сегодня, как и много лет назад, основной вашей задачей является защита жизни и здоровья граждан нашей республики, их имущества, а также государственного и муниципального имущества от пожаров. Со своей задачей вы справляетесь на должном, высоком уровне. В картинной галерее Черкеска открылась выставка, посвященная Дню Возрождения Карачаевского народа. На ней были представлены работы художников республики, уникальные исторические фотографии, старинные и современные предметы быта. Дарья Тиндит с места события. В трех залах галереи представлены работы мастеров Карачаева-Черкесии, элементы быта и одежды депортированных. Картины, изделия из глины отражают события непростого времени для карачаевского народа. От имени главы Рашида Тимрезова поприветствовал собравшихся первый заместитель руководителя администрации, главы и правительства республики Марат Хубиев. Эта выставка несет очень глубокий смысл, вот как сегодняшнего, так скажем, нашего населения, жителей Карачаево-Черкесской республики, а также для молодого поколения нашей республики, для того, чтобы они впитали всю историю народа в Карачаево-Черкесии. Сотрудники музея-заповедника провели кропотливую работу по отбору ценных оригинальных экспонатов. Также планируют собрать аудиозапись воспоминаний наших земляков о событиях тех лет, «Чтобы сохранить и передать будущему поколению», поделился Хаджимурат Эльканов. Молодежь должна знать истоки, не забывать. И самое главное, наверное, мы должны проводить такие выставки и помнить такие даты, чтобы впредь не повторялась наша история и в истории всех народов, чтобы такие темные, скажем так, дни и годы не повторялись. Мы должны об этом помнить. Коллекция вышитых национальных платьев художника-модельера Заремы Хабчаевой – авторская работа. Ее творчество получило широкое признание как в России, так и за рубежом. Она отмечена многочисленными наградами и дипломами. Целью ее работы является сохранение популяризации кавказского костюма в современной жизни. Из прошлого в настоящее, можно так сказать. У нас есть как бы старинные изделия, которые идут уже вместе с нами, шагают с нами вместе рядом с этим временем. Наши национальные, но уже в современном стиле. Министр культуры Зурапа Гербов отметил, что это событие открывает цикл мероприятий, посвященных праздничной дате. Особо ценно то, что на выставке представлены не только предметы старины, бережно сохраненные народом в сложнейшие времена, но и современные экспонаты, символизирующие движение народа в будущее. История жива, а значит народ будет жить. Поэтому я хочу поблагодарить вас за то, что вы именно выставку нашу посетили сегодня, потому что каждая из этих работ – это тот самый символ, та самая ценность, которую мы пытаемся сохранить и привить нашему молодому поколению. В течение 14 лет карачаевцы жили, мечтая вернуться домой. 40 тысяч невинных душ навсегда остались на чужбине. Горы молчат, но помнят всё. Эти работы утверждают о том, что всякое злодеяние рано или поздно ставится на колени перед справедливостью и правдой. Сегодняшняя выставка – яркое свидетельство тому. Выставка «Возрождение» будет работать до 15 мая. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В преддверии праздника рыбаки Камчатки радуют жителей Карачаева-Черкесии своей продукцией. Цены на рыбу снижены на 10-15%. Рыбная лавка по традиции работает в Центре развития предпринимательства на Горького-8. О самых вкусных деликатесах расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот перед вами семейство лососевых. Горбуши, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Порадует вас и селедочка, наивкуснейшая, ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы самые настоящие. Шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и конечно, среди всего этого вкусного многообразия красная икра. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Поспешите в рыбную лавку Дары Камчатки и поднимите себе весеннее предпраздничное настроение. Адрес прежний. Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 7 мая включительно. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. 8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» в станице Прегратной состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти героя России Канамата Баташева. Организаторы приглашают всех желающих и любителей спорта поддержать спортсменов. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных праздничных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова